сниму я фару здесь буду когда гидроусилитель снимать в сторону его отведу откручиваем четыре болта сверху крепления передней решетки выдергиваем вот здесь сбоку направляющие не такие как на резьбе в клипсу входят аккуратненько через тряпочку отверткой поддеваем и также со второй стороны снимать полностью не буду для чего у нас здесь снизу болт фары третий находится два сверху и третий снизу выкручиваю их и можно снимать фару вот и все снимаем разъемы заодно уберу что-то фаре болтается эту решетку что пока не мешало можно на место нажить воткнуть в эти направляющие снимая хомуты с расширительного бачка я его сниму сдергиваем бачок гидроусилителя вверх все замаслено и также сдергиваем бачок тоже вверх сейчас снизу отцепим шланг туши и и трубка вылезла практически полностью все здесь у нас подушку мы когда уже зацепим отпустим генератор я сниму снизу поэтому сейчас сверху болт 1 12 который у нас на натяжной планке мы его откручиваем у нас подача топлива для таких разъемов приобрел такие щипцы дело техники 828 001 все топливную подачу скинул теперь снимаем убираем в сторону клапан тут на его потом не цеплять и отключаем с форсунок разъемы так форсунки отключил откручиваю вот эти два болта крепления гидроусилителя снимаю с него питание с клапана с датчика все у нас зашевелился странно как у них масло с гидрача не бежала если вот видно штуцер он болтается масло гидроусилители есть а штуцер болтается откручу я сейчас этот штуцер заткну дырочку чтоб масло не бежало он сыграл Вот сейчас масло стало появляться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимаю нижний болт и все, гидроусилитель можно откинуть. Скидываю с него ремень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отвел в сторону патрубок и вон болт задний. Крепление двигателя с коробкой через гибкий карданчик его удобно крутить. Так что, снимаем. И снял, я сзади не показал, стянул, камеру не включил, две трубки с теплообменника. Проводку форсунок я вытащил, сейчас поднимем, отключим шланги с печки, проводку со стартера с генератора, снимем генератор стартер. Вот этот болт я в последнюю болт, а также снизу болты открутим и открутим бублик, так называемый. Ключом на 19 крутим коленвал и снизу, сняв лючок, два болтика на М6, видим три болта на 12. И откручиваем их. После того, как открутим, оттолкнем гидро-муфту от махаря. Берем теперь и отталкиваем. Все, она отошла от маховика. Откручиваю последний болт с генератора. Все, генератор болтается, снимаю ремешок. Открутил три болта на кронштейне генератора, на нижнем кронштейне. Вот он его снимает и вытаскиваем генератор. Но тут, похоже, еще одна проблема нарисовалась. И в чем она заключается? Болт, который идет на стартер. То есть провод, который идет на стартер, прикручивается гайкой на 12. Такое впечатление, что он прокручивается. Как бы не пришлось менять втягивающий реле. Пробую. Если получится нормально открутиться, тогда хорошо, если нет. Но тогда менять придется. Вроде все снял. Сейчас в данный момент коробка, двигатель держится на коробке вот на этом болту и на этой гайке. Сейчас подвешиваю двигатель, приготовил цепочку. Двигатель подвешиваю, откручу эту гайку и сниму подушку. Снизу компрессор кондиционера я открутил и отвел в сторону. Три болта. Один болт сверху и два болта снизу. Открутил подушку двигателя спереди. Поперечину я снимать не стал. Сначала думал снять вместе с коробкой. Совсем потом передумал. Один двигатель скину. Вывешиваю двигатель. С этой стороны, вон он, видно патрубок. Сейчас его подсвечу. Я снял шланг с печки. Второй шланг с печки я не снимал. Он идет на теплообменник. С теплообменника я его скинул. Проводку в сторону отвел. Но сейчас буду смотреть, приподнимать их, буду смотреть, где что будет мешать. Подвесил двигатель. Подвесил двигатель. Вот так вот он висит теперь. Откручиваю последний болт двигателя с коробкой и снимаю переднюю подушку. на подушке гайку открутил. Здесь два болта открутил и третий болт сбоку на подушке вонжером скручен. Можно подушку снять. Богу. Оно не было утрог крепление. общего раствор. Кэр� Смысл, плотером и сглубом. В основном, ну все у нас двигатель висит отводим его от коробки от коробки нам отвести мешает подушка сейчас три болта снизу откручу подушку уберу висит 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 шланг сниму будет мешать выдернул двигатель но многие сейчас начнут говорить а так он не снимается он по-другому снимается да действительно снимается по-другому по-хорошему как я и хотел самого начала через низ снимать вместе с коробкой так надо было и снимать а если снимать через верх то надо либо выпускной либо впускной коллектор снимать но почему я не смог снять выпускной вот этот болт сейчас придется с ним танцевать и вот с этим болтом придется тоже танцевать я пытался его уже и бить что подкрутить он бесполезно не откручивается двигатель снят поэтому я в любом случае его побить побить в любом случае я с ним разберусь уже новый двигатель сейчас буду ставить поставлю без коллектора а потом уже установлена на месте коллектор так что если собираетесь через верх вытаскивать вытаскиваете без коллекторов тогда он спокойно выходит все нормально с коллекторами приходится мучиться а крана такой